Тополиный пух в Харькове полетел еще в начале недели. Медики говорят, началась горячая пора. В аллергологическое отделение 27-й городской больницы каждый день скорая помощь привозит не одного пациента. Мария Стародворская не впервые попадает сюда с удушьем. Мне очень трудно дышать, я задыхаюсь, чихаю, у меня слезы, красные глаза. В общем, ощущение неприятное. Если вы знаете, когда хочется чихнуть, и ты не можешь этого сделать, вот у меня такое ощущение все время, если я на улице. Под капельницами девушке придется провести не меньше недели, но даже после этого гулять подолгу на улице Мария не сможет. Придется ждать, пока цветут деревья и травы. Тополиный пух – это переносчик. То есть вот эта вата, вот тот, что цветет тополь, на этой ваде следают пыльца тех растений, которые пылят в данный сезон, в данное время в нашем регионе. Вот честно, мне сейчас хочется спилить все деревья и уничтожить все цветы. Это правда. Избавиться от тополей, которые дают пух, в мэрии обещали еще три года назад. На каком этапе работы сейчас, ни в Департаменте коммунального хозяйства, ни в Харьков-Зеленстрое, выяснить не удается с начала недели. Чиновники с журналистами не общаются, ссылаясь на занятость. Но аллергологи говорят, вырубка тополей решила бы проблему лишь частично, ведь не перестанут свести другие деревья. Врачи рекомендуют аллергикам самим позаботиться о собственном здоровье. Пользоваться защитными очками, например, если это со стороны глаз конъюнктивит. Стараться все-таки после возвращения, даже если больной вынужден где-то находиться в парковой зоне, все-таки по возвращении домой. Самые простые, самые такие превентивные меры – это умыться, это вот смыть эту пыльцу, себя возможно даже принять душ, промыть слизистые. Тополиный пух к концу мая исчезнет, но харьковские медики ожидают еще две волны обострения аллергии. В середине июня зацветут луговые цветы, в августе сорные травы. Врачи говорят, самая сильная реакция у аллергиков – на амброзию. Екатерина Морозова, Алексей Калмык, Медиагруппа «Объектив».